Всем привет! С вами Кекс и сегодня я делаю печеньки для пирожного тирамису. Это бисквитное печенье савоярди или же дамские пальчики. Это на самом деле самое простое, самое обычное бисквитное печенье. Это печенье отлично готовит деткам, потому что здесь нет никаких лишних добавок, ничего. Оно хорошо размокает, крошится, поэтому маленькие детки им ни в коем случае не подавятся. Это самое-самое простое печенье, наверное, которое я знаю, но есть в этом несколько своих секретов, которые нужно обязательно знать. Делается это как обычное бисквитное тесто я делаю. Кто смотрел, как я делаю тарты, те должны знать. Кто нет, посмотрите. Я разделяю белки и желтки. Белки я сейчас буду начинать взбивать со щепоткой соли. Вот бросаю буквально щепоточку соли и начинаю взбивать свои белки, добиваясь в принципе легкой такой пены. Увижу, что они у меня хорошо уже повелели и такая образовалась легкая пена. Никакие не пики, ничего, вот легкая пена. И уже начну добавлять сахар. Сахар буду вводить постепенно для того, чтобы не сильно тяжело у нас бухнуло на наши белки. Буквально там за несколько порций, вот вы видите, по чуть-чуть насыпала свой сахар. И взбиваю белки до полного растворения сахара. Этого времени как раз будет достаточно для того, чтобы белки у меня взбились в плотную пену и были довольно упругими, не теряли своей формы. Когда я буду переворачивать свою чашу для миксера, белки у меня не будут вываливаться, то есть вы можете на пару секунд перевернуть чашу. Быстро добавили желтки и буквально считайте до пяти взбивайте миксером, чтобы желтки долго с белками не взбивались, иначе белки могут начать опадать. Буквально считайте до пяти и все. Начинаем вводить муку. Это в принципе у меня вышло три огромных таких ложки с горкой. Ух, кто не пользуется весами, то есть это три ложки с горкой. И быстро, но нежно перемешиваем нашу бисквитную массу. Для того, чтобы у нас мука полностью распределилась и не было никаких комочков, но в то же время тесто оставалось легким, воздушным, но белки не стали еще жидкими. То есть надо мешать как можно меньше по времени, иначе ваши белки начнут разжижаться и тесто станет более жидким. А так вы посмотрите, оно прям густое. Это практически там внутри сплошной воздух, оно нежное и воздушное. Прям поры видно, когда я наполняю кондитерский мешок. Оно прям пористое, как пористая шоколадка. Я вам дальше, когда уже отсажу свои печенюшки, сфоткаю их поближе, чтобы видно было, насколько они пористые, легкие и воздушные. Но если тесто у вас будет более жидкое, чем у меня сейчас, то ваши печеньки будут невысокими, как такие, как лепешечки. На вкус это никак не скажется. Вкусно будет так же, но все-таки красивее, когда они поднимаются вверх. У нас же здесь нет никаких разрыхлителей, ничего. И отсаживаю свои палочки. Палочки отсаживайте любого размера, как вам нравится. Можете хоть капельками отсаживать. Это на ваш вкус и усмотрение. Смотреть, для чего вам нужны эти печеньки. Если просто кушать, можете капельками поотсаживать. Если вам нужны для тирамису, то можно отсадить вот такие вот палочки. Вы видите, они прям все в порку такие, как пористая шоколадка. Прям воздушные, нежные, нежные и не плывут никуда, ни в какие стороны. В этом большая их важность. Я поэтому делала свой замес два раза. Для своего тортика я буду делать две порции. То есть, я делала два раза по два яйца. Две порции таких палочек. И сверху я эти палочки присыплю сахарной пудрой. На самом деле, это чуть-чуть предохраняет палочки, когда они начинают все-таки текти в стороны. Сахарная пудра, я даже не знаю, как-то это предотвращает это растекание немножко. И сверху плюс будет такая вот корочка небольшая. В зависимости от вашей духовки ставите на 10 или на 15 минут при температуре 160-180 градусов. Смотрите, чтобы начал золотиться низ или вверх. Если у вас конвектор, то вообще отлично. Они будут подзолоченные со всех сторон. У меня газовая духовка, поэтому они у меня чуть более поджаренные снизу, но не такие поджаренные сверху. Вот они у меня такие красивые получились. Высокие, они расплылись, как лепешки. И теперь я какую-то палочку для вас покажу и разломаю ее, чтобы вы видели, какая она пористая, нежная, воздушная. Они еще пока горячие, не совсем прям твердые. Не пугайтесь, это они когда остынут, они станут более такими хрустящими. Вот какая воздушная печенюшка у нас получилась. Очень вкусная, нежная, хрустящая и отлично подойдет для моего десерта. Обязательно попробуйте этот рецепт. Все на самом деле проще, чем кажется. Вкусное рядом. Ставьте пальчики вверх, делитесь моим видео с друзьями, пробуйте обязательно. Вдруг что не успела рассказать, спрашивайте, обязательно в комментариях отвечу. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока!